Строительство домов для правоохранителей началось еще в январе текущего года. Согласно плану, было построено три дома с 207 квартирами, где 27 однокомнатных, 108 двух и 72 трехкомнатных. Были также вручены ключи тем семьям, которые потеряли главу семейства во время исполнения работы. Каждое подразделение имеется в жилищно-бытовой комиссии, они полностью проверяют, выезжают в дома, где они проживали, и ознакомливаются с условиями жизни, и сколько лет он работал в органах. Это здесь было сдано тем, кто работал более 10 лет. На торжественное мероприятие прибыл и президент страны лично вручить ключи служителям Родины и поблагодарить за работу. В ходе выступления глава государства пообещал, что дополнительно рядом будет построено еще три дома. Главная мечта для меня была, я всегда об этом говорю, чтобы хотелось идти на работу, и после работы хотелось идти домой. Потому что очень здорово, когда есть два этих фактора. Плохо, когда нет или работы, или когда нет дома. И очень здорово, что сегодня праздник у 207 семей. 207 семей получают квартиры. Дай Бог, чтобы было побольше таких праздников. Я хотел бы поздравить всех присутствующих здесь работников милиции с наступающим завтра профессиональным праздником. Пожелать вам здоровья, счастья. И чтобы вы всегда были живы и здоровы, чтобы беда миновала вас. Беспорядок в системе силовых структур развелся из-за того, что отдельные люди выступают против референдума по внесению поправок в Конституцию. И после его проведения каждое ведомство будет заниматься только своими делами, отметил Алмазбек Катамбаев. И бардак в милиции до сих пор. До сих пор нет реформ. Сейчас сам возьмусь. Потому что... Почему был такой бардак? Почему выступают против реформы силовых структур? Потому что... Против конституционной реформы. Потому что после конституционной реформы у нас каждая структура будет заниматься своим делом. Милиция будет заниматься безопасностью граждан. А не как вот сейчас наследник ФБХС. Есть блатная милиция, которая такая прессует бизнесменов. Деньги снимает. И есть, которые пытаются как-то навести порядок. А надо начинать с порядка внутри министерства. Прокуратура сама возбуждает дело. Сама ведет следствие. Потом еще на суде обвиняют. Вот это все мы должны остановить после референдума. Многие не понимают, для чего делается референдум. Не для тамбая. Счастливые обладатели квартир, получив ключи, направились ступить за порог собственного дома. Для семьи Урмата Матисакова сегодня настоящий праздник. Они наконец-то со съемной квартиры переедут в свой уголочек. Когда мы начали работать, я об этом не думал. Потом только начал слышать, что возможно такое. Ну, как сказать, не верил, но получается, как-то есть такое возможно. Реально это. Вот так нам квартиры выдадут. Ну и когда вы уже переедете со всей семьей? Вот мы только ждали сегодняшнего момента. Сегодняшний день сейчас будем готовиться. И скоро, наверное, переедем. Урмата и его жена Нурияна воспитывают троих детей. Жена рассказывает, что вначале не понимала мужа, когда тот в любое время мог уйти на работу и вернуться неизвестно когда. А сейчас уже привыкла. Главное, чтобы он вернулся целым и невредимым. Ну, именно в такие моменты нам тяжело переживаем. Во сколько он придет, вообще ли он придет. Были такие моменты. Ну, не дай бог, конечно. Ну, утром выходят, вечером неизвестно, когда он придет. Обычно они могут круглосуточно работать. Допоздно работают. Более того, министру внутренних дел Кашгару Джунушалиеву был вручен сертификат на 300 тысяч сом, на которые возле дома будет построена игральная площадка для детей милиции. Махабад Мансурова, Руслан Кубанчпеков, Пирамида.